Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хочу поговорить об угрозах и об ответственности за угрозы, а именно за угрозы президента Украины. Есть такие две девушки. Сейчас я поставлю, наверное, отрывок их обращения, и вы посмотрите. Все хотят, чтобы ты сдох, понимаешь? Ты делаешь такую шкоду этой стране, что все хотят, чтобы ты сдох и просто обговорю, каким образом. Чи тебя повесят лучше, чи тебя застрелят лучше, что там граната взорвется где-то. Ты понимаешь, падла, что там взагалі люди контужені на войне. Они тебя подерут. Я тебе обещаю. Тебе кто-нибудь подервет там. Ты там по-частейше ездишь. Я хочу, чтобы ты там частейше ездил, а пацаки сегодня просто морально не были до тебя готовы. Они даже на вы обратились. Но ты правильно расставил акценти. Ты показал, как до тебя нужно обратиться. Тебе надо мачить, сука, в сартирах. Это Путин про тебя. Таких, как ты надо мачить. Таких, как ты, таких, как он. Это я тебе говорю, как человек не из интеллигенции. Я с тобой падла поговорю еще один вечно. Но, честно говоря, мы с Моросой ишли и говорили, что товарищ президент таки впечатляет, что думает, что он безмертный. Там, где на руку может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают абсолютно випадково. Но, честно говоря, было бы красиво, чтобы это все стало именно в московских обстрелах, когда кто-то снова в голубой сорочерсти или белой сорочерсти прекрасно передал. В связи с этим обращением Государственное бюро расследования открыло уголовное производство. Вместе со Службой безопасности Украины они провели расследование. Ссылка на сайт ГБР будет в описании. Сможете пройти и прочитать полностью эту новость, которая есть на их официальном сайте. Уголовное производство было открыто по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Украины. Это угроза, а именно угроза в отношении государственного деятеля. Угроза в отношении нашего президента. Хочу напомнить, 26 октября народный депутат и гражданка, ее, наверное, какая-то подруга, вели прямой эфир на Facebook и на YouTube. Во время данной видеотрансляции действительно звучали некоторые угрозы в адрес нашего президента. И на сегодняшний день, как результат, подготовлен проект подозрения. Он передан на согласование в Генеральную прокуратуру Украины. То есть, если генеральный прокурор, либо кто-то из его заместителей подпишет данное подозрение, далее уже дело пойдет за следующим. О том, чтобы с депутата, с этой девушки, снять неприкосновенность. Для этого тоже поданы соответствующие документы, которые тоже после согласования с прокуратурой будут переданы в Верховную Раду. То есть, с этой девушкой там достаточно все просто. А с депутатом Верховной Рады, с другой девушкой, сложнее, естественно, ситуация. Но тут уже, скажем так, дело за Генеральной прокуратурой. Что там они решат, то и будет. Понятно, что если будет действительно подозрение, то будет противодействие против этого всего и так далее. От сторонников данного депутата и данной девушки. Ну, друзья, к чему я все это говорю? Я хочу вас попросить и призвать. Не надо никому при помощи видеороликов, при помощи Ютуба кому-либо угрожать, кому-либо что-то обещать. Да, конечно, здесь надо понимать, что это президент, и тут этим заинтересовались, это везде показывали. За счет этого получился резонанс. И вот такая ситуация произошла. Понятно, что если мне завтра будут угрожать убийственному кому-то из вас, то 99,9%, что полиция, в принципе, ничего делать не будет. Но сам вот этот шумиха, сам общественный резонанс приводит иногда к таким вот неожиданным достаточно результатам. Мое мнение, друзья, что в любом случае, как бы вы там ни относились к нашему президенту, к Зеленскому, там до этого, кто был в Порошенко, еще там кто до этого был, не надо никому угрожать. Не надо нарушать уголовный кодекс. Будут выборы. Выборы будут через 4,5 года. И вы сможете таким образом убрать Зеленского, если он вам не подходит, но убрать его демократично, заменив его на того президента, кого действительно у нас выберут в стране, кого действительно поддержит наш народ. Я считаю, что надо быть добрее обязательно. Не надо вот это вот все, выливать эту желчь, вот это вот все в интернет. Мне, естественно, это видео тоже неприятно. Я это все просматривал, эти все их разговоры, этих девушек и так далее. Понятно, что, может быть, они там ничего и не собираются делать, и не собирались. Но суть самих этих разговоров, конечно, очень даже неприятна мне лично, независимо от того, как бы я относился, либо отношусь к нашему президенту, поддерживаю я его или нет. Поэтому, друзья, видите, вот такая вот может быть ответственность настать. Даже если у девушек не настанет никакая ответственность, даже если ничего не произойдет, то поверьте, я уверен, они уже на сегодняшний момент очень перепугались и очень переживают. Более чем я в этом уверен. Достаточно серьезные организации, бюро расследования, СБУ, Генеральная прокуратура и так далее. Поэтому, если вы что-то в Ютубе говорите, если вы кому-то угрожаете, если вы что-то говорите плохое о ком-то, надо понимать, что оно там все остается, и оно там все сохраняется. И не надо ни в коем случае вот это вот все изливать, и тем более показывая свое лицо, показывая, кто вы есть. Ну, не делайте это, я вас прошу. Не стоит это делать. Еще хотел спросить ваше мнение. Что вы думаете вообще по данной статье? Ответственность до пяти лет лишения свободы. Правильно это, неправильно в отношении данных девушек. Вот я хочу услышать ваше мнение. Я однозначно считаю, что их поступок неправильный, нехороший. Нельзя такое говорить, ну, на любого нашего гражданина. Будь то президент, будь то какой-то дворник, либо сантехник. Не надо никого призывать и говорить какие-либо гадости. Поэтому, пожалуйста, есть большая просьба, напишите свое мнение, что вы думаете о них. Правильно это, либо неправильно. Либо у вас есть какое-то, может, еще мнение. Поделитесь им, пожалуйста, в комментариях под данным видеороликом. И уже по привычке. Прошу вас, друзья, подписаться на мой инстаграм. Ссылка на инстаграм будет в описании к данному видеоролику. Я сейчас инстаграмом занимаюсь, заливаю туда видео, заливаю информацию. Переходите, подписывайтесь, будет интересно. Я туда постчу то, что я не могу по некоторым соображениям показывать на ютубе. Либо оно не формат, либо оно как-то не относится к моей деятельности. Но видео достаточно, я считаю, интересные, и прикольные, и познавательные. Поэтому переходите и подписывайтесь. А если видеоролик понравился, пальцы вверх ставите. На канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.